В совещании с руководителями и главными врачами лечебных учреждений Анапы провел глава города-курорта Сергей Сергеев. Он лично контролирует выполнение муниципальной программы по развитию здравоохранения. По первому вопросу о финансово-хозяйственной деятельности лечебных учреждений докладывал начальник управления здравоохранения Вячеслав Ушаков. Совместно с главой города рассматривали, из чего складываются расходные и доходные части консолидированного бюджета отрасли. Оптимизация расходов – вопрос актуальный, но экономия не должна коснуться зарплат медработников. Подчеркнул глава курорта. От начальника управления здравоохранения поступило предложение круглосуточный стационар терапевтического отделения перевести на дневное пребывание. С удовольствием ночуют дома. И вот это количество мы просто по ситуации обсчитали. Вот сегодня 40 коек, которые мы из круглосуточных... Вся вопросов нет. Лишь, когда это было объективно, не в ущерб лечебному процессу. Еще одна тема совещания – продолжение информатизации лечебных учреждений и пополнение единой электронной базы данных. До конца года в базу данных планируется внести медкарты на 40% пациентов из числа жителей города-курорта. Но этого недостаточно. Нам надо выработать алгоритм действий, чтобы быстро внести. Врач должен нажать кнопку, у вас спросить фамилия и родства, год рождения, исходные данные. Нажать кнопку, и ваша карточка должна появиться. Нам надо сегодня выработать механизм по скорейшему введению базы данных. Заполнение базы данных хотя бы на 70% позволит значительно ускорить работу медсотрудников. Сократятся очереди в регистратуру, и врач сможет принять больше пациентов. Кстати, в лечебных учреждениях Кубани, в том числе Анапы, записаться на прием можно через интернет и не стоять в очереди в поликлинике. Единственное условие, что, чтобы записаться, нужно, чтобы хотя бы один раз пациент побывал в этом учреждении, на него была заведена амбулаторная карта, актуализированы данные его. После этого он может спокойно записываться через интернет, с планшета, со смартфона. Для этого нужно указать инициалы и электронный полис. То есть полис обязательного медицинского страхования, который получает страховая компания. Эту информацию видит регистратор, соответственно, на него уже будет готов талончик на прием. Он подходит к регистратору и берет талончик и идет на прием к доктору. На совещании также рассмотрели вопрос о государственном гарантированном обеспечении льготников. По территориальной программе пользуются более 14 тысяч анапчан. Из них более 500 детей. Обеспечение льготников медикаментами сохранится в полном объеме.